Хоть молчу, это чуть-чуть порочная практика. Я, ну, если чай, кофе, давайте перейдите. Я еще раз хочу сказать спасибо тебе, кто нашел время и возможность прийти, пообщаться. Я давайте сразу, наверное, обозначу, какие цели я преследую от этой встречи. Да-да. А дальше тогда, к какому-то обсуждению можно будет перейти. Несмотря, конечно, на те вещи, которые я читаю, я не стал там сегодня ни прессу сюда никакую приглашать. Саша здесь по собственной инициативе. Поэтому я здесь не имею цели никакой пиар-акции проводить по поводу этой встречи. Значит, мне интересно, во-первых, было все-таки вживую познакомиться, потому что в последние дни я трачу достаточно времени на то, чтобы комментировать и отвечать на вопросы и комментарии. И, поверьте, мне и этого времени мало, чтобы, наверное, объяснить все то, что хочется объяснить и рассказать все то, что хочется рассказать. И, понятно, ты себя все равно ограничиваешь в каком-то объеме комментировать те или иные вещи. И иногда вот проще так собраться и пообсурдать. К тому же я не знаю, насколько там принято и часто вы проводите какие-то свои такие встречи блогерские. Поэтому, наверное, это и для вас какая-то тоже возможность еще раз дополнительно пообщаться, обсудить какие-то вопросы. У меня на сегодняшнее наше собрание целей несколько. Первое, я не сказал, это как-то познакомиться поближе, возможность обсудить больше, более подробно какие-то темы и вопросы, которые волнуют. Второе, мне бы сегодня хотелось с вами обсудить несколько тем, несколько инициатив, которые, я считаю, правильным и нужным продвигать здесь, в Одинцовском районе. И третья цель, это, конечно же, еще раз заострить внимание на тех вопросах, тех решениях, которые по этим вопросам принимаются. И договориться о некоем формате дальнейшего взаимодействия, чтобы оно, как все вы здесь присутствующие ожидаете, давали конкретные результаты на те конкретные вопросы, те конкретные проблемы, которые существуют. Вот что преследую я сегодняшней встречи. И мне действительно очень приятно быть в кавычках стрелочником, как меня называют на Одинцову инфу здесь, так скажем, от власти. Хотя, признаюсь честно, никто меня на Одинцову инфу не делегировал. И никто мне не дал никаких указаний, не заставлял сидеть и тратить свое время. Почему я к этому вот пришел, и почему это произошло сейчас? Потому что я считаю, что те изменения, которые сейчас во власти региональной происходят, они достаточно позитивны. И это я считаю, что это лишь только начало. И в любом случае эти позитивные изменения, они будут напрямую отражаться и здесь, на местах. Поэтому, вот, хочу как раз, и хотел, я может быть, я понимаю, стоило давно, да, и более, так скажем, чаще появляться на Одинцову инфу и взаимодействовать. Хотя, вот, сейчас я понимаю, ну, действительно, это требует времени, и требует времени не только сидеть и отписывать, но и требует время распираться и вникать в вопросы. И пытаться получать по ним комментарии от своих коллег из администрации, из городских и сельских поселений, коллег депутатов. Но я считаю, что вот, мое участие такое в жизни Одинцову инфу, будем считать, что вот, буду таким стрелочником. И помимо этого, как и председатель общественной палаты, я считаю там принципиально важным здесь, безусловно, демонстрировать пример. Да, и я надеюсь и уверен в том, что мои коллеги и другие депутаты, и руководители администрации, сотрудники администрации, они будут к этому подтягиваться. Я уже сказал, что последние, там, несколько дней обсуждается очень активно, в том числе и сама администрация, что происходит на Одинцову инфу. И я рад, что это обсуждается, да, потому что это позволит, надеюсь, услышать определенные вещи, которые вас волнуют, которые волнуют, в общем-то, всех жителей нашего района. Вот, наверное, немного пафоса, я внес пафосных слов в начало нашей беседы. Я еще раз повторюсь, давайте я предлагаю там перейти к каким-то вопросам, обсуждениям. Я там себе пометил все те моменты, которые в комментариях последних, по крайней мере, прозвучали, и на которые я постараюсь дать какие-то комментарии и ответы. Но такую любопытную короткую историю расскажу. Значит, в свое время мы, когда с Александром Ермушным мы, в общем-то, только познакомились, да, это был 2009 год, когда не было за моей фамилией и именем закреплены какие-либо должности, я в свое время, так скажем, дал определенную оценку Одинцову инфу, сказав, что все здорово, но не хватает одного, не хватает больше позитива. Позитива, позитива, знаешь же, читать про убийства, какие-то преступления, этого и на телевидении, в общем-то, много, и вообще на современных средствах массовой информации, на этом делается всегда акцент, потому что это работает на такого массового потребителя информации. Больше позитива с точки зрения того, что происходит, того, что делается, того, чем живут люди. И сейчас, по прошествии четырех лет, я, наверное, остаюсь привержен того, что хочется больше позитива, но вектор лично у меня меняется. И сейчас мне, честно говоря, хочется больше конструктива. И я вижу своей задачей, как и сейчас, и в будущем, в плане работы на Одинцову инфу, все-таки пытаться, хотя я понимаю, эмоции, они были, есть, и будут всегда, и очень важно для человека. Такая площадка, общественная площадка, это возможность, там, понятно, высказаться, выразить свои эмоции, ну, быть, по крайней мере, услышанным, да, поэтому это нормально. И, как мне сказал один человек в свое время, ну, там, что ты хочешь, если ты сам выбрал такую эстезю, то будь добр все это выслушивать, потому что это нормально. Ну, вот, помимо этих эмоций, помимо критики, там, которые существуют, конечно, хочется больше обсуждений, которые приводят к конкретным действиям или конкретным решениям, по крайней мере, какому-то конструктиву, который позволит вместе нам решать эти вопросы. Вот, за несколько дней я могу сказать, что это обсуждение оказалось, там, и лично для меня крайне полезным, потому что, где бы, как бы ты ни работал, сколько бы ты времени ни уделял проблемам района, города, каких-то отдельных территорий, невозможно охватить своим вниманием все и вся. Можно там целый день потратить на поездки, при этом там увидеть лишь малую-малую часть того, что едет. Поэтому, вот, я за последние дни получил достаточно много для себя ценной информации, не скрою, и я, наверное, поэтому там более спокойно, хотя, честно признаюсь, я, конечно, переживал по поводу того, что все там про меня пишут, и это тоже нормально. Но, вот, наверное, за счет того, что была получена достаточно такая интересная и полезная информация, там, наверное, это более, более ценно. Поэтому, вот, поэтому, хочу выразить просто намерение и дальше, вот, быть на этой площадке, причем, безусловно, в таком активном статусе, потому что, еще раз повторюсь, это для моей работы сейчас крайне важно. И, надеюсь, что, вот, так же повторюсь, будут другие коллеги мои подтягиваться. Вот, такой еще короткий спич.